Добрый день дорогие друзья, а в этом вольере живет любимица многих обезьянка Люся. Вот она подросла и уже стала такой самостоятельной. Здесь у нее веселая компания, очень много носушек, но посмотрите как они все почтительно относятся к Люсе, потому что эта шустренькая обезьянка дает фору им всем. Хотя носушки сами ребята озорные, но мы с вами знаем, что с раннего детства Люся уже познакомилась с носушками, и поэтому сейчас в этом вольере ей с ними привычно и интересно. Кстати, вообще вот история таких разных видов в одном вольере очень громко началась, когда Амур, Тигр Амур и Козел Тимур в Приморском сафари парке жили, и вот такая их дружба вдохновила многие другие зоопарки, тоже начать экспериментировать с этим. В зоопарках, кстати, это имеет научное название, сочетание экспозиции. И вот в нескольких зоопарках очень даже удачные есть такие вольеры дружбы, их еще называют. Например, в Ленинградском зоопарке уже 8 лет вместе живут рысь Линда и кошка Дуся, которые подружились с раннего детства. Вот такая вот, друзья, история. И таких историй на самом деле немало. Помним мы знаменитую историю с московского зоопарка, где лев дружил с собачкой. И интересно, вот сейчас тоже в Воронежском зоопарке живет обезьянка, японская макака и кролики. И вот сотрудники зоопарка говорят, что очень даже здорово получается. Вот Люся чуть ли не уселась на носушку. И рассказывают, что обезьянке одной совершенно теперь не скучно. Она за кроликами ухаживает, ловит блох у них, может на ручки взять. Вот нашей Даночке Б, тоже такого дружка кролика. Потому что когда персика к ней подсадили, сначала все было вроде неплохо. Она тоже пыталась с ним играть. Но тигры очень быстро растут, а богатырь персик вообще рос как на дрожжах. И постепенно Дана наоборот стала уже его побаиваться. Уж слишком здоровяком рос персик, слишком игривым, темпераментным. И пришлось его убрать. Ну, Люся с такой компанией сколько не грозит. Тем более она вот еще с посетителями активно общается. А вот интересно, Даночке бы тоже из Даночки вольера сделать вольер дружбы. И какого-нибудь такого вот компанейского ей подселить друга. Потому что орангутаны, они очень социальные животные. Я вам рассказывал, друзья, что во время блокаута, когда позакрывались некоторые зоопарки, и орангутаны больше всего страдали от отсутствия посетителей, отсутствия такого внимания к ним. Вот, дружная компания уселась. Ага, Люся просто так вот-вот, соизволила все-таки поздороваться. Что ж, друзья, огромное спасибо за ролик Елене Желябовой. Всем мира и добра. Пока-пока.